Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 601. Событие дня. Евангелие Теяна, 20 глава, 31 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его за 5 августа 2017 года. Маргарита Халтурина, Игнатий, спасибо большое за поздравление. Честно говоря, такого количества добрых слов, цветов и подарков у меня, наверное, никогда не было. Благодаря всем словам, что прозвучали в мою честь, я просто чувствую себя волшебницей какой-то. Это заряжает энергией и придает силы. Такие моменты хочется быть лучше. Еще раз спасибо. Это я поздравление давал с днем рождения. У меня специально говорится, что дни рождения справлять не нужно. Поздравляют с днем рождения, как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга. Что вот год жили, нарушали заповеди Божьи, грешили, и ангел не обрезал ни жизни. Поздравлять тут вовсе не с чем. Как говорит святой Иоанн Златоуст, празднование дня рождения Ирода закончилось гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя. Итак, дни рождения никогда не следует отмечать. Ни подарки делать, ни праздновать по-мирски. Подарки можно сделать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю, что сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому, причаститься, если есть возможность, сотворить милость кому-то, подать милостыню. День рождения напоминает нам о том, что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А там ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9.23 Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись с себя, возьми крест свой и следуй за мною. Вот первая ступень. Отвергнись с себя, растопщи свое «я». Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Серахов 8.39 Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Римлянам 13.11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час, пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. И потому желаю вам проверить себя, жить уже далее так, как требуется по Слову Божию, после рождения свыше. Жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого, ожидая грядущего Мессию Христа, Бога Истинного. И знать его святую волю, исполняя ее. Ну, далее говорю, вот, заходите на наш сайт к истине. Вот в мой мир заходите. Вот сколько? 18 758 фото. Вот, аудиоархив. Новый сайт ВКонтакте. Наш форум, 1602 тема. Наш видеоканал. Вот, 7800, теперь 807 видеороликов. О нашем детском православном трудомо-лагере Стане. В то время было. Наша вера в православие. Вот это я вставил. А что конкретно были события? Заранее, накануне, оповестил своих. Кого? По деревне-то не пойдешь кому говорить там? Некому. О том, что на втором мостике давно когда-то был промыв второе. На 40 метров отстоит от первого большого промыва воды. Нужно поставить, как я говорю, пломбы. И свай сделать за плод. И за самонись. И с двух сторон. Еще нет, и не свай. Сразу в лес. Заготовили более 50 свай. Ну и поехали. Утром, наверное, в пол седьмого договорились завтрак. Пришел Битя. Виктор Савченко, Виктор Николаевич. Вот. Роман на своей машине, на джипе. Повез нас. Ну, поехал с нами еще и Нестор. Робот. Мальчик. Ну и сам Роман на своей машине помогал. Палатку расстилали. Пока привезет. А в это время 9 ведер они наполняют глиной. И все это мы засняли. Потом видно будет. Работа кипела буквально. Заехали сначала к Игорю Барабашу. И эту сверлилку механическую взяли. Она на горючем работает. Толстый довольно. Ну, большой диаметр. И мы некоторые сваи забарковали. Нельзя загнать их. А тут сразу все пошли в дело. Получилось, что у нас 51 сваи ушла. На той стороне. Вчера было там позавчера 20 сваи, 19. И здесь. Ну, ровно 50-51. И возили, возили, трамбовали, поливали стеном. Как раз всего хватило. Так благословенно было. Съемку вели. И поехали с того места, в этом же, на втором мостике, купаться. Кто-то не хотел. Ну, почти все, кроме Никиты, искупались. Хотели замерить, узнать, какая глубина. Я говорил, давайте доплывем до середины. Я нырну, встану там. А мне на плечи встанет кто высокий, Виктор. И поднимет руки. И тогда будет видно, какая глубина. Глубина-то необычная. Такой не было. Так еще на 70, почти сантиметров, может подняться весной, если не прорвет. Ну, потому как застывшая, снегу много, и вода идет не по низу, а по верху. И по верху она может идти, сколько прибавляться, и ей некуда идти. Она только по верху идет. Ну, и вот такое все это сделали. Я бы очень рад, что успели сделать. Вернулись. Тут поехали Романа Малышева кирпич привезти. Он несколько дней там его находил. Добывал огнеупорный кирпич на разъезде. Там брошены под землей, видимо, было где. И он говорил заранее. Он все время помогает. И поехали все, кроме Володи Пащенко, вон баню топить. Давай баню топить. Я первый иду. Вот Нестору тоже не взяли. Там кирпич, машину вручную по кирпичу забрасывать. Ну что, в ваню сходили. Обед, пообедали. Здесь, где заезжали, мы сено брали. Всегда тюйки у овечек, где и мешает. Ответил сучки. Я давно уже хочу. Вспоминаю, когда подъезжать. Оно хлещет по глазам. Володя сказал, ну ты быстро свою бензопилу с Нестором пошли. Помогли мы лестницу ему отнести. И он все сделал, как надо. Убрал чисто. В одно место все эти веточки. Вот так. Ну а что тут теперь? Приближается время идти на богослужение с пяти. Отдыхать, я не знаю, помаленьку отдыхают. Это обязательно надо. Я решил присесть. Ложиться не ложусь. Глаза-то вскинул. Без восьми минут уже пять. А за семь минут у нас нужно войти в храм. Почать молиться. Я быстрее. Новые сапоги. Не надеваются никак. Кое-как на велосипед. И туда еду и думаю, не ошибся ли я. Глянул на время. Не ошибся ли. Подъезжаю в храм. Никого нет. Приперто палочкой. Вернулся назад. То есть на час. А раньше. Выходит, я где-то дремал. Ну, минут, может быть, десять. Не больше. Так. Вечером богослужение. Вот это с пяти было. Батюшки не было. Только подходить к храму. Обернулся. Гляжу там, где у нас пирс. Крещение идет. Палатка стоит и машина. Кто-то приехал. Ну, как правило, по Теряевске бывшие. Так и оказалось. Вот. Нищенаева. Одна здесь. Осеева. Поговорили. Может, это, видать, муж одной из них. Тоже записали все. И вот он. Вечер тут уже пришли. Ужины. Вся раз солодку решил на солнце положить, а то лежит в мешках, как бы не заплесняло, чтобы во вторник отправить. Созванился с Барнаулом. И там, чтобы раздали. У меня еще осталось. И думал, поставить столик напротив Покровского собора. И кто будет выходить оттуда? Ну, по несколько корешков. Каждому бесплатно давать. Ну, за это же не осудят, думаю. Ну, потому что раздаем даром прихожанам. Многие больные, бронхи. А это корень солодки его никто не добудет. Какая бабушка поет? Где она? Как копать? Это в глубину, в землю. Это мне нынче Бог дал. Как из-под земли их выкинул все. Бульдозер-то расковырял землю. И они высыпались оттуда. И вот один день. Ну, еще он пришел где-то. Надежды Васильевны нет. А я работал в брюки. Они там шиты, нашиты заплатой. Постирать некому. Давай скорее воды на улицу вытащил в тазик. Раскинул там резиновые половики. И на них растянул. Все постирал и высушил. Сам никому не лезу никогда. Еще можно было. Нижнее белье одно, а это уже редко. И оно почти все высохло. Все особенно в тазике. И к женщине лезть это не надо. Вечно тут пришла Марина. Побеседовали у нее свои вопросы. Почему я ей не разрешаю пользоваться ножом. Резать. Тайну открыть. Потом узнаешь. Я тебе объяснял, ты пропустил. Я говорю, мимо ушей. А теперь что объяснять. Не брили нож и все. Да вот утром встаем. Фрося спит. А ты не давай спать. Подними. Я говорил, она поможет. А днем ляжет отдохнуть. Ну то есть. Вот так. Это событие дня. Показать наши, называя ресурсы. Вот так. Это мой мир. Я люблю эту систему. Очень сильная. Вот где в шапке. Тут можно переписываться. Заходить. Вот тут. Все. Отойди. Ну дальше у нас показать, что есть. Канал. Нет перед этим. Ну вот он форум наш. Православный форум. Большой. Очень грамотно составленный. Легко искать. Ну посещаемость небольшая. Сейчас посмотрю, сколько было вчера посещаемость. 237 человек. Вот оно где. Ну 230-то это человек. Не воробьев. Могли найти что-то для себя. Вот теперь наш видеоканал. Вот тут выставил, как всегда. Каждое утро выставляю, снимаю замки. И закачка идет в другом городе, в другом месте. В разных бывало раньше местах администрация. Модератор работает. 10 роликов выставляю. Вот допустим заголовок. Найти вредителей. Найдите их. Их зло необъяснимо. 23 за 32 минуты. Не отходить от бульдозериста. Находить себе занятия. За 20 минут 22 просмотра. Вот. Ну а остальное тут поменьше. Меньше всего пользуется популярность Иоанн Златоуз. За 37 минут один человек заглянул. Ну вот. И сайт. Во свете Библии. Православный библейский сайт. И самое ценное. Это вопрос. Вот справа колонка. 4124. Разбита на 55 папок. Вот я закрываю. Сейчас. Ну и захожу. Внутренний мир человека. Папка. Вопрос. 2839. 14 том открытым оком. В писании сказано, что вся наша праведность, как запачканная одежда нечистой женщины. Значит ли это, что делаем добро, не имеет никакой цены, что понимать, что понимать под праведностью? Это я в университете вел занятия. Вот заметьте мои ответы какие. Задача привести людей к Богу, не к себе. Ну даже сравните с тем, что вот отвечают там. Я беру Смирнов, Осипов, там более известные священники. Вот внимательно поглядите. Вот я на пальцах буду показывать. Я сразу цитирую, стою за кафедрой в университете. Исайя 64, 6. Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как листы, беззакония наши, как ветер уносят нас. Речь идет о добрых делах, когда человек не примирился с Богом и Еговой через жертву Иисуса Христа, принесенной на Голгофском кресте. Иклися, 7, 20. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Своими добрыми делами человек не может оправдываться. Ибо в очах Божьих наши дела всегда имеют привкус зависти, тщеславия и корысти. Иов, 4, 18, 19. Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки. Тем более в обитающих в хроминах избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. Праведность не во имя Христа, не ради Бога, а наша, человеческая. Филиппийцам, 2, 3. Ничего не делайте по любопрению, или по тщеславию, или по смиренно... Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Римлянам, 10, 3. Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам, 7, 13. Итак, неужели добро сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. В данном контексте слово «праведность» означает «добрые дела», «оправдание». Римлянам, 6, 18. «Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Иезекииля, 33, 13. «Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, как вы и сделал». Римлянам, 6, 19. «Говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи вашей плоти, как предавали вы члены вашей воробы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши воробы праведности на дела святые». Вот 9 мест из Святой Библии. Ну, кто это сегодня будет делать? Ну, если есть, скажите. Православие. Кто хочет развратиться, может ехать в ближайший город или далеко, жить в удовольствиях и бесом на потеху, на дьявольской цепи к мучениям влеком. Жизнь на земле среди скота и птицы величественней бесконечно много. Конечно, смерть найдет, где развратиться, но все же в тишине проставить легче Бога. Здесь по утрам будильник петушиной, хор птиц земных, летающих по небу. В деревне меньше травм, угроз, ушибов, с похмелья разве или же сослепу. Рукой к сену, к вымени коснешься, к теплу дыхания кормилицы коровы. В бездонном небе миряды ночью, тепло смолистое и пироги под кровом. Нет, что ни говори, а сельский житель добрее и ревностней, так и спокон веков. Я не сегодняшних имел в виду пропитых, варье колхозное, безродных босиков. На лоне у природы первозданной молились правцы Давиды Авраам. Вся родословная от нас и до Адама шла из шатра, вступала словно в храм. И даже ныне, в век радиоактивный, как супер важно быть к природе ближе. А спаривать столь ясное посмеют лишь кретины, знакомая с деревней лишь по книжкам. Напомнил город дым и пьяное варье, почти везде разврат в срамных картинках. Душа без тишины зачахнет и умрет от ядовитых газов на кутях бесчинных. Под спудно, неосознанно, по дачам, по загородным билам ищут тишину. Кто блудных сыновей сегодня в город тащит, где дочерям ста кратно легче утонуть? 14 ноября 2005 года. Вопрос 2865, 14 том открытым оком. Скажите, почему у верующих бывает подозрительность, мнительность, страх? Ответ. Подозрение вызывает неадекватное поведение в определенной обстановке. И хорошо, что ты не доверяешь без проверки такому. Вот первый ответ я дал. Девять мест открыл из Святой Библии. Снова считайте. Второй вопрос задают. Это я только в одном университете 18 лет преподавал. Матфея 10, 17. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Второе. Маковейское 12, 4. Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города и апийцы, отплыв, потопили их не менее двухсот человек. Измышлять не нужно, подозревайте измену там, где нет ничего. Первое. Тимофея 64. Тот горд еще его не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Тираны, как Саул, Сталин, всегда смотрят на своих потенциальных претендентов, подозрительные, и убивают их. Первое. Царство. 18, 9. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Мнительность же гнездится в самом, что не есть в кислотном характере. Серахов 30, 22. Не предавайся печали души твоей и не мучь себя своей мнительностью. Мнительный человек болеет постоянно, страх же есть полезный и ненужный. Бояться нужно Бога и чтить царя, но не страшиться выдуманных препятствий и грядущих бед. Примудрец Соломона, 17, 11. Страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка. Филиппийцам, 1, 28. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение и сия от Бога. 1 Петра, 3, 14. Но если и стражите за правду, страдаете, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. У духовного человека этих позорных качеств не должно быть, они истребляются Господом. Псалом, 18, 13. Кто смотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня. Пожалуйста, семь раз открыть Святую Библию. Страх обуял, что я сижу без дела. Уже не час, а ужас, может, два. Душа не занят, и враг наедет смело, подсунет в мысли праздные слова. Послушал радио, прошелся по двору, успел знакомым позвонить и сникнуть. Все переделано, как будто и не вру, в иглу заправленной на готове нитка. О, как тоскливо без работы жить, следить, скучая за минутной стрелкой. Рутинно приземленный пошлый быт до туалета от пустой тарелки. Немедленно, за четки, в лесовку всыпился, и по ступенькам шаг за шагом вверх. Где по душе нам труд, там ни один не спился, не будет кандидатов для галер. И вот уже работы обступают, ласкаются и ластятся к вниманию. И нет молитвы, память там тупая, одна дыра в мозгах, как и в кармане. Труд заповедю дан еще в раю, знак наказания, а также исцеления. Пороком всем в бездействии приют, талант заржавлен и закопан в лени. Пот осоляет и хранит от порчи, облагораживает землю и жилища. Путь к истине в труде всегда короче, таких премудрость постоянно ищет. Труд, поводырь для потерявших зрения, приводит к Библии, а дальше ко Христу. Кто пашет искренно, достаток там не прежний, трудягами и дети там растут. Сейчас без работы нужно наверстать, устроить, утроить ревность, затянувший пояс. Смотри, сиди, слушай, сидя, слушай Христа. И с Марфой потружусь на кухне стоя. Вопрос 2877, 14 том открытым оком. У вас много общего с отцом Георгием Кочетковым. Не держите ли с ним связь, не научаетесь ли от него чему? Ответ. У него есть чему поучиться. Но наша школа в немалой степени отличается от его. У нас нет экономии снисходительной за счет вседосболенности. А все строится на кривии, строгости. Его люди бреются, и женщины стригутся, и могут быть в брюках, крашеные. Они приезжали целой группой и были у нас. У нас ничего подобного быть не может. Их мы бы вывели соглашенными. У него крестят несколько раз в году примерно по 450 человек. У нас за год два, если ли, три-четыре человека. Разница все же большая. Но если наши правила ввести у него, то, может быть, у него за год и ни одного не останется в числе оглашенных. Вот письмо с той стороны. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вам пишет Владимир Ковальзайцев, председатель Свято-Покровского православного братства в Санкт-Петербург. Духовным попричителем нашего братства является священник Георгий Кочетков. Ежегодно летом мы совершаем паломничество в различные места нашей страны и за ее рубежа. В 2003 году мы приезжаем в Томск, Лесосибирск и Енисейск, чтобы встретиться со священниками и мирянами этих мест. Зная ваш богатейший миссионерский опыт, нам было бы чрезвычайно интересно повстречаться и с вами, если вы будете согласны, будет такая возможность. Мы могли бы приехать в Барнаул на короткое время, где-то с 18-19 июля. Нас будет около 30 человек, не больше. Здесь, в Петербурге, мы ведем в меру наших скромных сил миссионерскую и катехизаторскую деятельность. И ваш опыт является для нас большой ценностью. Буду очень благодарен вам за любой ответ. С любовью во Христе, Сирахов я пишу 47-10, и о ней только двое 600 тысяч путешествовавших были спасены, чтобы ввести народ в наследие, в землю текущую молоком и медом. Лидера, оратора, борца, целуют, поклоняются, бросают. Можно всех подряд порастрясать, но нет из них великих колоссальных. Уходит в голос, в жест, в размах руки, выламывается, стоя на трибуне. Но до святых им руки коротки, следы заносят у лиходеев буйных. Их всех не перечесть и не упомянуть, а вслед за ними миллионы шли меж датами черта и грешных дел зловония. Миф недостижимых еще никем вершин. Где князь, где царь, когда посмотришь кости, а души бедные они-то где теперь? И ни один богач в аду прохлады просит и целовать готовый мокрый перст. Какие мы счастливцы, христиане, что Господа вождем своим имеем! Нас никому из лидеров не тянет, в сравнении с Христом они всего лишь змеи. С Богом на молитве душевный разговор, вновь вопрошаю, слушаю с поклоном. С Библией согласия не возникает спор. Отхожу нагруженный и саквояж мой полный. Жизнь с избытком, мерой нагнетенной. Мне мой учитель и наставник даст. Образно сказать дает не граммы, тонны, и без упрека подает тот час. Он мой начальник, вождь и полководец, и его восущие безначальные. И на всех дарах печать его и подпись. Благодать для ближних и для дальних. Выбор, сомнения, жар, ажиотаж. Не волнует, выбор мною сделан. Аллилуйя, пишет карандаш. Слава Иисусу, дети пишут мелом. Вот такой оставляю. И на этом сегодня все. Отстаньте, давайте д education. Продолжение следует. Спрещему. Отстаньте. Продолжение следует. Продолжение следует...